Всем бодру-дро, мы с вами находимся на самом деле в уникальном месте, лично для меня, по-моему того, что мы в Чикаго, в придорожном отеле. Так что придорожный отель находится в самом центре города, в даунтауне. Вы можете посмотреть, как выглядит мой отель, где я остановился с девчонками. И можете сказать, что меня окружает. Фантастика, просто фантастика. И сейчас, если у меня просто не налила вероятность, что я пропаду, возможно, на десятки лет, но для вас будет всего один день. И вот почему вы сейчас об этом уже очень-очень-очень скоро узнаете. Потому что мы отправляемся в легендарное место, где можно научиться всему за один день. Абсолютно всему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И так, мы с вами добрались до города, где можно реально научиться всему за один день. Просто единственное, что этот день будет длиться годы, десятилетия, может быть, даже столетия. Мы в городе Вудсток, штат Иллинойс, который, в принципе, ничем не был бы примечательен, если бы здесь не разворачивали события фильма 93-го года «День сурка». На самом деле, действие «День сурка», то есть есть такой праздник, он производится в городе Панксатоне, но для съемок использовался именно этот город. И здесь именно происходили съемки фильма «День сурка», который стал невероятно популярным культом. Мы сегодня пройдемся по странным местам, где все это снималось. Сейчас мы с вами попадем на площадь, где по фильму, то есть в сцене, где снимался фильм, как раз был этот парк, где доставали этого сурка, то есть а-ля типа центр города Панксатоне, штат Иллинойс, но, повторюсь, это город Вудсток, штат Иллинойс, и именно здесь все это происходило и снималось. Там были пейзажи такие зимние, снежные. Здесь сразу несколько точек есть, я две сразу вижу. Значит, первое, это здесь были танцы, там танцевали пары, и там же доставали, где-то был такой импровизированный подиум, где доставали этого сурка. А сзади, сейчас из дерева вы видите, это церквушка, часовня, где Билл Мюррей пытался в один из дней покончить жизнь с тобой, но, точнее, он этого делал, кто снова просыпался. Как раз там часовня, откуда он сверху и падал. Плюс здесь же есть место, где он наступал, где его след, где он постоянно в лужу провалился. Сейчас мы тоже найдем, а это где-то тоже здесь. Помните фразу, которая была там, когда Билл Мюррей наступал ногой в лужу, там он кричал сзади, Нед Фландерс, такой тоже персонаж, его бывший одноклассник или с кем он учился, я уж не помню. Вот, но это мы тоже сейчас найдем, ну а пока сейчас я вам покажу ту самую церковушку, откуда он прыгал вниз. Субтитры сделал DimaTorzok Одно из самых узнаваемых мест, конечно, сейчас туда уже не выглядит, как в фильме, это просто место, где Билл Мюррей постоянно провалился изо дня в день, но большую часть своих жизней в лужу. Сейчас, конечно, уже выстроили, все. Вот, здесь даже есть табличка такая, можете посмотреть, где написано, здесь вступала нога Билла Мюррей. Мы с вами зайдем в кафешку, где они кушали после того, как возвращались из бури снежной, которая не позволяла им выехать от города и из города. Вот это самое, то самое кафе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, что могу сказать, Вотсток очень потрясающий, такой провинциальный городок в часе, даже, наверное, в двух часах езды. Чикаго здесь очень классно, очень атмосферно. И, ну, конечно, жить бы здесь не хотелось, но побывать точно. Вот прям реально. Очень круто. И, наконец, тот самый дом, где он жил, каждое утро просыпался с песней, там, помните, я про него как называется, но ее пел, по-моему, Шер, потом перепел или еще кто-то, но неважно. В общем, это дом-отель, откуда он каждое утро просыпался, здесь была куча снега, можете это сейчас видеть. Каждое утро герой просыпался, выходил, здесь был снег, и куча людей шли туда, к центральному парку, чтобы посмотреть, как просыпается тот самый сурок. На этом наша экскурсия по этому городку, ну, как экскурсия, я, наверное, там мало поснимал, но тем не менее, мое путешествие по этому замечательному городу подходит к концу, и я очень надеюсь, что завтра я все-таки проснусь в завтрашнем дне. Ну, блин, это очень круто, это вот самая, наверное, главная фишка этой поездки, которую мне хотелось именно показать, заснять и самому посмотреть. Как мы с вами вернулись в Чикаго, на самом деле, очень круто, что мы живем в даунтауне, то есть ты выходишь, сразу все это не маскирёб, тебе не нужно добираться, ну, а, конечно, пи***ц был ехать сюда из пригорода, потому что основная магистраль стояла, и мы реально где-то минут, ну, 40-50 оттащились очень-очень медленно. Я еще в прошлом поездке замечал, что здесь пробки гораздо сильнее, чем в Москве, то есть в Москве есть хотя бы какая-то градация по времени, здесь как бы с утра стоял бы, влезти до ночи, причем, когда приехали в 4-5 утра, это единственное время, когда пробок не было. даунтаун Чикаго, конечно, производит впечатление, во-первых, здесь есть река с мостами, это очень красиво, а во-вторых, он очень гигантский, поэтому даунтауны, которые есть в Бостоне и в Питтсбурге, они просто как-то такими мелкими, маленькими, ну, и, конечно, трафик здесь тоже гораздо больше и запаристее, чем в других городах, где я был, ну, кроме Нью-Йорка, естественно. Сейчас я отправляюсь в магазин Apple Store, сегодня вроде как должны были выйти часики, вот, и если они вышли, то я себе обязательно их прикуплю и вам покажу. Прикупил часики себе, все-таки не смог себе отдавать удовольствие, давно хотел часы, первые, чем мне не нравились, то, что они были, не были защищены от влаги, вторые, я не очень понимал, зачем мне это нужно, ну, а третьи, когда вышли, как бы уже все ходят, как бы крутая вещь, все, кто вносит, они довольны, вот, и все-таки, да, купить, как раз вышла третья серия, только сегодня, и сегодня без проблем купил ее в Чикаго. Ну, выгода в цене, на самом деле, в часах не такая, как если с айфонами, потому что если покупать в США айфоны, то они выгоднее в среднем, ну, где-то в районе 10-12 тысяч рублей. В том году моя выгода составила 16 тысяч, там, 15-900, или около того. Чисто, которые я сегодня купил, ну, в общем, за ту сумму, которая в цене в России, я купил и здесь, только, плюс мне еще в эту сумму вошел чехольчик, ремешок дополнительный. Собственно, вот с этой разницей. Порядка там 3 тысяч рублей. Пока девчонки спят, я отправляюсь, у нас сейчас пол третьего ночи, я отправляюсь на экскурсию по ночному Чикаго. Ну, как экскурсию? Пройдусь по Даунтаун, посмотрю, на самом деле, здесь подсвечивается, все красиво, вы со мной это все вместе посмотрите. Ночной Чикаго в Даунтауне создает очень приятное впечатление, потому что здесь очень чисто, в отличие от Нью-Йорка. В Нью-Йорке была реальная грязь, еще большой плюс, здесь все работает, ну, в Нью-Йорке тоже все работает, как в Чикаго, но просто, например, в том же Вашингтоне выходные, после 8-9 вечера что-то купить, там зайти в кафе, почти нереально, большинство из них закрыто, только из каких-то дорогущих ресторанов. А здесь даже с Афе работает, как бы в полтретьего ночи. В общем, мне здесь очень нравится, здесь очень-очень круто, прям, очень чисто. И, как я узнал, оказывается, в Чикаго самая большая диаспора поляков и украинцев. Ну, украинцы, конечно, все на русском говорят, и, ну, поляки на польском, даже, наверное, в моих сторис слышали в польской радио. Да, я говорю, что-то надо такое в твоем наречии. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»